Вода упала, ушла, то есть, соответственно, лед немножечко провалился. Ну, в данный момент наблюдаем такую трещину. Для людей опасности нет. Лед на Амуре не меньше полуметра. Но если такой разлом появится на площадке, то уж точно подпортит настроение хоккеистам. Чтобы этого не произошло, на замерзшей реке создали дополнительную подушку. Ее высота около 10 сантиметров. Заливку продолжат вплоть до субботы. У нас семейкубовая машина заливает, она под три рейса делает в день. То есть, мы начали заливать с третьего числа. Сегодня уже девятое число. Но дня два мы заливали горячей водой, чтобы на сегодняшний день нам немножко поплавить лед, как называется, чтобы ровная поверхность была. Хоккейную коробку привезли в Благовещенск из Казани. После матча она обоснуется на территории спорткомплекса «Юность». На Амуре ее начали собирать 29 декабря, в полуметре от официальной границы. Алексей Воротынцев в ГСТК трудится около 8 лет. Убирал снег и в самом Благовещенске, и в его окрестностях. Но работать за границей еще не доводилось. Ради одного дня на рубеже родины пришлось делать документы. Не загранпаспорт, а нас просто пропуска делали для нас, чтобы работать здесь на границе, как называется, на границе. Но здесь холоднее, да, здесь ветер больше. Согреваемся, нас приезжает дежурный, машина стоит, там печка топится в ней, греемся, потому что холодно. Участники матча согреваться будут в оборудованных на льду ерангах. В них же устроят раздевалки. Зрителям же предложат горячий чай. А на лед не пустят. Наблюдать за битвой им придется с берега. Увидеть уникальный матч в прямом эфире получится из центральной площади города. Договоренности трансляции и игры на большом экране уже есть. Возможно, поболеть за наших удастся и сидя дома. Хоккей в прямом эфире планируют показать на Первом областном канале. Юлия Мишурнова, Андрей Белый, программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова